Аллан Милл Придворная Молошница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу. Велели их величеством известное количество отборнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила с просонья. — Скажите их величеством, что нынче очень многие, двуногие, безрогие, предпочитают мурмелад, а также пастилу. Придворная Молошница сказала, — Вы подумайте! И тут же королеве представила доклад. — Сто раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величества, наверное, будет рад. В тот час же королева пошла к его величеству и будто, между прочим, сказала невпопад. — Ах, да, мой друг, по поводу обещанного масла. Хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король ответил. — Глупости! Король сказал. — О, боже мой! Король вздохнул. — О, господи! И снова лег в кровать. — Еще никто! — сказал он. — Никто меня на свете не называл капризным. — Просил я только масло на завтрак мне подать. На это королева сказала. — Ну, конечно! И тут же приказала молошницу позвать. Придворная молошница сказала. — Ну, конечно! И тут же побежала к корове хлеб опять. Придворная корова сказала. — В чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молошница сказала. — Благодарствуйте! И масло на подносе послала королю. Король воскликнул. — Масло! Прекраснейшее масло! Отличнейшее масло! Я так его люблю! — Никто, никто! — сказал он. И вылез из кровати. — Никто, никто! — сказал он. Спускаясь вниз в халате. — Никто, никто! — сказал он. Намылив руки мыло. — Никто, никто! — сказал он. Съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд. За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Продолжение следует... Продолжение следует...